Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям приступило к работе, в том числе по созданию Центра гуманитарного реагирования. Знаю, что там находится уже группа представителей МЧС России. Евгений Николаевич, пожалуйста, как Вы оцениваете то, что было сделано и что, по Вашему мнению, нужно сделать в ближайшее время? Уважаемый Владимир Владимирович, в исполнении Вашего указа МЧС России организована самая работа в составе Межведовственного центра гуманитарного реагирования. Для оценки обстановки и подготовки мест размещения планированной группировки МЧС России 16 ноября в зоне проведения миротворческой операции работает оперативная группа Министерства. В настоящее время группой организовано взаимодействие с экстренными службами Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. Членами оперативной группы оказывается методическая и практическая помощь в работе оценочных комиссий, определяющих характер разрушений и объемы планировых работ. По предварительным данным, на территории четырех районов Нагорного Карабаха в 43 населенных пунктах полностью разрушено 284 строения. Типы и характеристики разрушенных строений сейчас уточняются. Учитывая характер основных повреждений зданий и сооружений, отмечается потребность в остеклении и кровельных материалах. Первая колонна с гуманитарным грузом уже сегодня направлена в пострадавшие районы. Также в Ростовской области осуществляется отгрузка 300 тонн строительных материалов со складов Росрезерва для формирования еще одной колонны из 30 автомобилей. Отправка ее запланирована на утро 21 ноября, на завтра. Владимир Владимирович, в настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах значительного количества переселенцев. По различным оценкам их число может достигать 30 тысяч человек. В то же время существующая инструктура позволяет разместить около 5 тысяч человек. Для размещения оставшегося населения прорабатываются различные варианты, в том числе и строительство жилых модулей из быстро возмодимых конструкций. Кроме этого, с учетом обстановки в мире, связанной с обстранением коронавирусной инфекции, определяется номенклатура планируемых поставки медикаментов и соответствующего медицинского оборудования, а также медицинских средств и лекарственных препаратов для первоочередных нужд. Владимир Владимирович, в настоящее время МЧС России формируется сводная группировка для работы в составе межмедомственного гуманитарного центра. В состав войдут спасатели, психологи, технический персонал. При необходимости будут направлены и пиротехники для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов на территории населенных пунктов. МЧС России готова к выполнению последних задач. Доклад закончен. Продолжение следует...